Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами сегодня на портале экзегет.ру Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. И мы с вами сегодня читаем пятую главу Евангелия от Иоанна. В этой главе рассказывается о чуде, которое произошло в момент праздника Иудейского у купели Вифизда. Господь исцелил человека парализованного. И после этого следует очень длинный эпизод, в котором Господь объясняет смысл происходящего. Евангелие от Иоанна, в отличие от других синаптических трех Евангелий, отличается тем, что он не только рассказывает о каких-то внешних событиях, чудесах, которые мы легко себе можем представить, которые занимают наше воображение. Но две трети этой главы посвящено именно объяснению. Для Иоанна очень важно, чтобы ученики поняли смысл происходящего. И это является отличительной чертой Евангелия от Иоанна, и сегодня мы это увидим. После того, как в первых десяти стихах описывает и само чудо, последующие почти сорок стихов посвящены именно тому, чтобы объяснить смысл происшедшего. Итак, само чудо. Оно происходит в контексте праздника иудейского. Иоанн не называет, какой именно праздник, но легко можно догадаться, что речь идет о празднике Пятидесятницы. Это день субботний. Через семь недель, семь седмиц после Пасхи, народ празднует воспоминания о том, как был дарован закон, были дарованы скрижали завета на горе Синай. И в этот день устраивается праздник. И это как день рождения народа. Собрание людей, сброд, толпа в этот день становится единым целым, становится народом. И по аналогии, также Пятидесятница для христиан – это день рождения церкви. И именно в этот день происходит чудо. Для Иоанна очень важно, он всегда вписывает в контекст иудейских праздников то, что обретает какое-то новое звучание, новый смысл, новое сияние. И здесь мы по контрасту увидим, чем христианская Пятидесятница может быть отличается по глубокой своей сути от Пятидесятницы иудейской. Место, где происходит это чудо, очень долго вызывало недоумение у комментаторов, до тех пор, пока археологи не произвели раскопки около храма Святой Анны в Иерусалиме, где был действительно обнаружен бассейн для омовения, либо для омовения животных, либо для омовения людей. И этот бассейн был разделен на два водоема, и в центре был сквозной пролет, проход. Поэтому действительно получалась купальня, в которой было пять ходов. К ней можно было подойти с пяти сторон. Итак, эта купальня была обнаружена. Но для Иоанна, опять же, важен не сам артефакт, и не просто топография. Ему важна символика, которая, как музыкальное прочтение, порождает целое эхо разных ассоциаций и связей, смысловых связей. Потому что пять ходов — это не просто пять тропинок, по которым можно подойти к воде. Это прежде всего пяти книжек, пять книг закона Моисеева. Человек, который лежит парализованным и беспомощным, в действительности — это образ верующего человека или народа, которому дарован закон, но при этом закон его не исцеляет, не может спасти от той немощи, в которой он пребывает очень долго. Евангелист упоминает о том, что этот человек лежит 38 лет. И если мы читаем просто поверхностно, мы можем себе представить, да, большую часть жизни бедный человек провел на одре болезни, но 38 — это число лет, которые народ Божий провел, скитаясь в пустыне. Поэтому вот так косвенно евангелист намекает на какой-то больший смысл. Человек скитается по пустыне на пути в землю обетованную, и он как овцы больные, растерянные, пораженные недугами, до того момента, пока не придет Христос, Мессия. Здесь тоже упоминается ангел, который спускается в эту купальню, и в этот момент вода начинает бурлить, кипеть, приходит в движение. Стоячая вода становится живой водой, она становится потоком. Поэтому вефисда иногда переводится как «место милосердия» или «место потоков». То есть вода из цистерны становится вдруг водой живой. Но даже это движение воды, оно тоже не исцеляет от всех болезней до тех пор, пока действительно эта вода не наполнится силой Святого Духа. И смысл чуда, который мы здесь видим, заключено в тех словах, которые Христос обращает к человеку больному. И здесь мы можем легко себе представить, почему исцеление не так часто совершается в нашей жизни. Потому что в действительности не всякий болящий человек жаждет исцеления. Христос задает вопрос «Ты хочешь исцелиться? Хочешь быть здоровым?» Этот человек ему не говорит «да». Точно так же, как и мы, не сразу можем сказать «да». Он говорит о чем-то постороннем. Его больше тревожит то, что в такой ситуации, когда других людей кто-то подносит к воде, он остается один, и он всегда опаздывает. Таким образом, как будто самое главное уходит в тень, а все твое внимание занимает нечто второстепенное, как будто средства заменяют собой цель. Но в действительности, если мы задумаемся, то это вопрос каждому из нас. Христос спрашивает «Хочешь ли ты исцелиться?» И если мы в этот момент можем сказать «да», то это будет момент, когда может совершиться чудо. Следующие слова, которые произносит Христос, тоже имеют колоссальное значение в Евангелии от Иоанна. В ответ на жалобы о том, что «я всегда отстаю», «в отличие от других, некому меня донести». Этот недужный слышит слова Христа. «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. В языке евангелиста Иоанна здесь есть несколько тонкостей. В отличие от всех других евангелистов, Иоанн никогда не приводит слова Христа о том, что «кто хочет стать моим учеником, пусть возьмет свой крест и следует за мной». И, вероятно, эти слова, которые обращены к паралитику, «возьми постель твою и ходи», являются эквивалентом того самого выражения, которое у нас очень часто вызывает вопросы. Мы думаем, что нести крест — это значит идти согнувшись под бременем. В действительности все наоборот. То, что было одром болезни, то, что было крестом, в действительности несет в себе силу воскресения. И реальность как будто переворачивается. Поэтому «встань», то есть «воскресни», «возьми постель твою, знак твоей болезни, твоего поражения, твоей немощи и ходи». Слово «ходи» в языке Библии всегда означает ходить перед Богом. Ходить под Богом. Живой человек отличается от умершего, верующий отличается от неверующего тем, что живой ходит. Это именно состояние человека, пребывающего в силах, и человека свободного. И поэтому происходит чудо. Человек выздоровел, был спасен, взял свой одр и пошел. Но проблема начинается в тот момент, когда иудеи все это видят и задают вопрос. «Позвольте, сегодня суббота». В субботу запрещено совершать исцеление, а уж тем более совершать такую работу, взять свой одр и с ним куда-то идти. Это прямое нарушение закона. Здесь мы видим ту же самую логику, которая подстерегает нас очень часто на путях нашей жизни. Мы легко подменяем цель и средства. Закон — лишь средство. Но беда иудеев и таких благочестивых верующих людей, что закон становится самоцелью. И здесь начинается прямое разбирательство о том, что Христос нарушает субботу, субботний покой. И здесь есть несколько нюансов. Во-первых, то, что Христос исцеляет именно в субботу, является знаком того, что в действительности он есть господин субботы. Он — дарователь закона, он — источник жизни. Он сотворил человека, и поэтому способен его исцелить от любого недуга и способен его воскресить. И в какой же день, как не в субботний? Итак, первое, о чем свидетельствует этот знак, то, что Иисус Христос есть господин субботы. Он — сын своего отца. И точно так же, как в субботу Бог продолжает творить мир, Он не оставляет свой труд, потому что в субботу рождаются люди, люди умирают, идет дождь, растут колосья. Таким образом, Господь поддерживает свое творение, не прекращает свой труд даже в субботу. Точно так же в субботу сын продолжает творить дела отца. И суббота для иудеев — это не просто день покоя, это день свободы, день освобождения. В течение недели ты совершаешь труд, ты чувствуешь себя творцом, но наступает момент, когда ты должен пережить свободу, почувствовать себя свободным от твоего всемогущества и просто отдохнуть точно так же, как отдыхает Господь. И именно этот пророческий смысл субботы ускользает с поля зрения людей благочестивых, для которых суббота становится самоцелью и фактически становится противоположностью этого. И здесь мы видим, что действительно атмосфера вокруг Христа покрывается грозовыми тучами, затеян уже судебное разбирательство и уже произнесен почти приговор. И опять возникает тема суда и осуждения, потому что иудеи, фарисеи, первосвященники собирают улики, и вот уже они готовы уличить Христа в кощунстве, в богохульстве, потому что он не соблюдает субботу. И более того, он себя объявляет Богом, делает себя равным Богу. И поэтому таким образом он попадает под приговор в богохульстве. И это самое страшное преступление, которое может совершить человек. И последующие почти 40 стихов посвящены разговору о том, в чем состоит суд, о том, что Сын творит дела Отца, именно поэтому Он Сын и не может творить ничего не другого, и о свидетелях. Иудеи отвергают свидетельство Иоанна Крестителя, они не принимают свидетельства Писаний, они не хотят видеть те чудеса, которые совершает Господь, как знаки о том, что Он действительно пришедший Мессия. И на это Господь им отвечает о том, что Моисей, в котором вы ищете себе оправдания и заступника, Он в действительности вас обличает. И мне хотелось бы обратить ваше внимание на 25 стих, который мы обычно слышим на богослужении об усопших. И, к сожалению, у нас эти слова Христа всегда ассоциируются с усопшими, которые однажды воскреснут в последний день. Но на языке Иоанна Богослова умершие или усопшие в действительности — это мы. Несмотря на то, что мы еще живем биологической жизнью, но до тех пор, пока мы не воскреснем к жизни божественной, наша жизнь станет синонимом умирания. Парадоксальным образом, вот так на языке Иоанна Богослова то, что мы называем жизнью, биосом, биологической жизнью, в действительности есть синоним смерти и умирания. И поэтому слова Христа обращены именно к нам. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня уже имеет жизнь вечную. Тот, кто пребывает во Христе и в ком пребывает Христос, уже здесь и сейчас, не когда-то потом, после своей смерти, но уже здесь и сейчас имеет эту вечную божественную жизнь. И поэтому в этом эпизоде о воскресении к жизни и воскресении к осуждению мы видим, что с одной стороны уже нечто свершилось и воскресение уже произошло, но вместе с тем Христос говорит в будущем времени, наступает время, и это реальность вечности, то, что будет окончательно открыто в последний день, оно уже явлено, но лишь в каком-то предвосхищении. В целом, эта глава нам позволяет понять, что же на языке Иоанна Богослова означает слово «верить». Потому что, когда мы задаем вопрос, что значит «верить», нам кажется, что вера — это какие-то убеждения, это какое-то мнение, правильное мнение, которого ты придерживаешься в жизни. Но в действительности вера — это синоним слышания. Тот, кто слышит Слово Божие, тот, кто видит в Иисусе из Назарета Сына Божия и тем самым верует в Него, в действительности имеет уже эту вечную жизнь, и вера состоит в этом спокойном, уверенном и покорном следовании за Христом, как за Личностью, как за Своим Учителем. На портале к The Get.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко. До свидания.